Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Но прежде начнем с того, что сейчас правительство Москвы готовится вручить ежегодную премию в области охраны окружающей среды. Провозит конкурс на лучший проект благоустройства озелененных территорий. И вот фонд Сколково там участвует. Да, мы заявляемся на одну из номинаций. Мы хотим принять участие в этом конкурсе и показать, что у нас есть уникальный проект. На сегодняшний момент мы выбрали один участок земельный, который мы будем рекультивировать. Раньше это были гаражи, 380 гаражей, которые мы выкупили и снесли. Учитывая, что десятилетиями люди сливали нефтепродукты, мыли машины и вот это вот все безобразие, мы сделали пробы. Там очень высокий уровень ПДК. Поэтому нам нужно все эти мероприятия по рекультивации произвести и сделать на этом месте парк наук. Мы сделали проект, будем реализовывать его, выбрали подрядчика. То есть надеемся, что это будет отмечено Департаментом природопользования, как хорошее деяние для создания комфортной среды. Максим, парк наук это что такое? Парк наук это концепт определенный. Мы планируем, что в этом парке будут разнообразные научные и технологические элементы. Например, ветряки. Например, там будет сухой ручей. Дождевая вода будет туда скапливаться, а потом испаряться или впитываться растениями. Он никуда не течет? Это для отдыха парк? Это для отдыха, для проведения ивентов определенных. Потому что через дорогу от этого парка будет детская школа муниципальная. Ну, точнее, обычная муниципальная школа. 1-11 класс. То есть все для жителей? А у нас нет другого концепта. Нет, понятно. Ну, имеется в виду парк наук, кажется, что это там что-то будет проходить. Это просто название. У нас есть сад технопарк, у нас есть детский парк, у нас есть семейный парк, у нас есть спортпарк. Сейчас мы проектируем теннисный парк. То есть планируем, чтобы выйти к тематике, а и название парков, они помогают людям привязаться. Например, сегодня встречаемся в теннисном парке, будем там общаться, играть в футбол. Ну, как вариант, да. Как вариант, да. Да, нормально. Смотрите, вот фонд Сколково. Сейчас, ну, понятно уже, нашумевший. Вы у нас основной инфоповод в программе наука и технологии. И все равно Россия, прежде всего, ориентируется на вас. Вот чем сейчас живет фонд Сколково? Какие интересные проекты сейчас есть, вот помимо конкурса, о котором мы еще поговорим? О чем хочется особо поделиться, может быть? В Сколково живет, наверное, экспоненциальным развитием. То есть у нас каждый год вводятся там под сотню тысяч квадратных метров. Приезжают люди и бросают вызов нам, как администрации, инновационного центра. Нужно им приехать, нужен транспорт, нужны парковки, нужны пункты питания, нужна химчистка. Нужно все это создать, ну, чтобы им было комфортно. Мы регулярно встречаемся с жителями, понимаем их, ну, какую-то обратную связь и стараемся ожидания их удовлетворить. Потому что они приехали делать науку для того, чтобы сделать для этой страны, ну, какой-то прорыв, как-то действительно запозиционировать нас на мировой арене. Мы должны обеспечить комфорт. И что интересно, любой житель может приехать как-то в фонд, ой, в Сколково, посмотреть, чем живет, увидеть вот эти беспилотники, которые катаются, да, то есть ощутить вот это будущее. Да, у нас 8 муниципальных маршрутов, Одинцово, Трехгорка, Тропарево, Славянский бульвар. И любой человек может приехать смотреть на выходные. Любой человек может приехать в Сколково, походить, погулять, зайти в технопарк, посмотреть самый крупнейший технопарк в Западной Европе своими глазами, подфотографироваться, полайкать. Ну, то есть это очень комфортно. Приезжайте. Максим, а кого ждете, каких специалистов больше всего? Смотрите, мы ждем всех, кто делает прорыв или хотя бы имеет намерение сделать прорыв. Потому что у нас 5 направлений, это энергосбережение, биомет, кластер с сельским хозяйством, есть космос, атом, высокие технологии, то есть есть где себя применить, если действительно у вас есть на это, ну, там, какой-то определенный потенциал. Приходят, заявляются, становятся участниками проекта со своими компаниями, со своими командами и работают. У нас небольшая пауза, дорогие друзья, мы скоро к вам вернемся. Друзья, Максим Шейфель в гостях у страны ФМ, вице-президент, сити-менеджер фонда Сколково. Добро пожаловать на страну ФМ, говорим Максиму и рассказываем, что интересного происходит сейчас в Сколково. Смотрите, слушайте. Да. Экопроекты, то есть сейчас вы участвуете в конкурсе, о котором мы говорим, и не только, то есть вообще, в принципе, это такая одна из приоритетных задач, да, чтобы все было экологично. Мы видим, что это основной тренд, который сейчас захватывает умы молодежи. Например, мы в Сколково, когда обсуждали вопрос, как бы сделать город более экологичным, приняли решение отказаться, например, от артута, содержащика светильных приборов, в принципе. Поскольку строим все новое, мы всем говорим, ну, там, будьте добры, не используйте артутные лампы. Светодиодные? Только светодиодные, да. Понятно. Соответственно, мы отказываемся, ну, точнее, уже не вынуждены делать систему их утилизации, систему их хранения и не загрязняем ртутью нашу окружающую среду. То есть вот один из примеров, который делается на сегодняшний день в Сколково. И вот среда экологичная, она же для нас, все же хотят жить в городе, в котором можно дышать без повязки, да, как там, например, в Китае, и как-то спокойно выйти на площадку, чтобы детишки играли. Мы в проекте планировки территории, когда делали генплан, приняли решение, что 40% будет озелененных территорий из всей площади. То есть это очень высокий показатель, мы надеемся, что мы его сохраним и достигнем, и действительно можно будет выйти из здания и выйти в город. Что касается экологии, концепция инновационного центра Сколково еще в транспортной системе, ну, как бы очень экологичная, я бы сказал. Потому что у нас первый приоритет пешеход, потом там велосипедист, самокат, потом идет электромобиль, потом идет муниципальный транспорт, потом идет технологический транспорт компаний, которые сервисные, ну, там, тепло, электрика, вода и так далее. И только потом идет частное транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания, которое мы неохотно пускаем на территорию сейчас и планируем не пускать, в принципе, вообще. С какого года, Максим, вот, все уже? Где-то 25-й. 25-й год. Где-то 25-й год, да. Мы закончим строительство парковочного пространства вокруг, у нас 12,5 тысяч парковочных мест для всего города. Люди смогут на своих автомобилях приехать, поставить свой автомобиль на парковочно-перехватывающем паркинге и пройти в город. То есть заехать в город они не смогут. А на электрическом автомобиле? На электрическом автомобиле, пожалуйста. А можно зарядить его там будет? Да. Мы сейчас уже имеем 20 зарядных станций. Нам помогают реализовывать зарядную инфраструктуру Россети, ну, то есть ФСК там. Занимаются наши партнеры, то есть они строят для нас всю электрическую инфраструктуру, в том числе электрозарядные станции. В Сколково есть компании, которые помогают, например, разрабатывать комплектующие для электромобилей или, может быть, аккумуляторы какие-то передовые? Назвать не смогу, но у нас очень большой кластер энергоэффективности, там около 400 компаний. Они разрабатывают разнообразную элементную базу, как контроллеры, так и сами зарядные батареи, то есть какие-то элементы для них разрабатывают, конечно. Мы говорили уже о том, что любой житель может приехать в Сколково, посмотреть, когда это лучше делать. То есть это в будние дни, в выходные дни, все могут со стороны понаблюдать, что-то посмотреть, попробовать. Выставки, да, марки и прочее. Да, сайт SK.ru, следите за новостями, когда у нас какой-то ивент. Например, в понедельник, вторник, среда у нас будет огромный форум открытой инновации. Да, да, да. Можно на него зарегистрироваться и еще попасть. Я бы рекомендовал людям, которые хотят просто отдохнуть от суеты, не выбирать время посещения Сколково в час пик, когда все едут на работу и с работы. А так в будний день спокойно можно приехать, посмотреть, как люди работают. Хочу донести, да, что кажется, что это такая закрытая весьма территория, но любой житель нашей страны может приехать посмотреть. Множество так и делает. Единственное ограничение это с личным автомобилем. То есть мы не приветствуем, используя личные автомобили на нашей территории. Если вы приехали на муниципальном транспорте, то есть Москва нам предоставляет крайне комфортный маршрутный график. То есть нам помогают, сели на Славянском бульваре, приехали, посмотрели все, что нужно. А там вас какой-нибудь робот уже встретит. Ну, не исключено, что вы встретите в ближайшие дни Яндекс.Такси. Ух ты, да-да-да. Беспилотное. Беспилотное. Без водителя вовсе. Максим, ну можно приехать, да, на автомобиле, где-то его оставить. Паковки есть перехватывающие, конечно, да. Два часа бесплатно, а остальное, ну, то есть там, по оценнику. Смотрите, да. Смотрите, если не на сайте. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, после которой вернемся к разговору. Не переключайтесь. Наука и технология. Дамы и господа, это телерадиоканал Страна ФМ. И у нас для вас есть важная информация. До 16 октября все желающие смогут подать заявку на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды. Мероприятие организовано Департаментом природопользования и охраны окружающей среды столицы. В этом году за почетное звание лауреата сразятся СМИ, архитекторы, представители образовательных организаций, крупных корпораций и холдингов. Если у вас тоже есть что-то такое интересное, подавайте заявку. Да, и не только организацию могут, и частные лица, вот, допустим, наши коллеги. Если есть какой-то материал интересный по экообразованию, например, то, пожалуйста, дерзайте. До 16 октября нужно успеть. И хочу напомнить, в гостях у нас сегодня вице-президент, сети-менеджер фонда Сколкова Максима Шейфель. Мы продолжаем наш разговор. Вот вне эфира поговорили о том, что поддерживается очень много молодых ребят. Ну, не только молодых, в плане того, что молодых компаний, которые делают стартап. Сейчас модное слово. И, в принципе, фон Сколкова на конкурсной основе выделяет гранты, да, и весьма успешно есть результаты уже. Да, фон Сколкова ежегодно, ну, во-первых, с самого начала, если говорить, у нас около двух тысяч компаний-резидентов Сколкова. Это молодые перспективные компании, в которых вложили какой-то, ну, там, собственный интеллектуальный потенциал, какие-то там свои амбиции, молодые люди, и двигаются для того, чтобы захватить рынок. Сколково, инновационный центр Сколково помогает им в этом направлении. Мы поддерживаем их как инфраструктурно, потому что мы можем предоставить в коворкинге место для того, чтобы они организовали свой маленький офис, либо сдать какое-то помещение, ну, чтобы куда можно было пригласить партнеров, гостей, как-то там организовать свою жизнь, жизнь компании. И мы там около четырех миллиардов ежегодно выдаем грантов на поддержку этих инновационных компаний. Гранты идут на создание опытного образца, на защиту интеллектуальной собственности, на создание продукта, который можно тиражировать. Инновационный центр Сколково и называется центр коммерциализации новых технологий, поэтому мы вкладываем все усилия для того, чтобы было намного, ну, как можно быстрее коммерциализировать те идеи, которые к нам принесли, с которыми пришли наши инноваторы. Ну, чтобы вообще были применимы они как же в жизни. Конечно, конечно, чтобы они были адекватны в жизни. Максим, ну, вот пошагово сидят где-нибудь сейчас, смотрят, слушают изобретатели, талантливые молодые люди. Что им надо? На сайт зайти? Зайти на сайт. Порядок вещей, да. Да, sk.ru, заполнить заявку. Не бояться, дерзать. Быть уверенными, да, то есть я лучше в утвердительном формате скажу, быть уверенными в том, что они достойны, заполнить заявку. Если идея хорошая и качественная команда подбирается, там обратная связь от менеджеров, управляющих этим процессом, она всегда будет им доступна. Они получат статус участника проекта, зарегистрируют компанию, получат адрес и начнут двигаться в нашей среде вместе с нами к своему успеху персональному. Потому что все мы делаем, ну, там, для семьи, для детей, для комфортной жизни на планете Земля. Для комфортной жизни, себя, в первую очередь. Смотрите, если люди, например, ну, не знаю, из Омска, Новосибирска, они сюда приедут, будут здесь что-то в ваших куворкингах делать, или они будут у себя, но с вашей помощью дистанционной? Как это устроено? Здесь есть развилка, они могут хоть так, хоть так. Если требуется очень большое количество контактов, то, конечно, лучше перемещаться в Сколково. Если инноваторы понимают, что у них есть рынок сбыта в их регионе, то они могут быть и участниками проекта Сколково, и работать в регионе, пожалуйста. Смотрите, а есть какой-то, например, мастер-класс у вас? Ну, например, молодые программисты приезжают, и у вас есть какой-нибудь там гуру программирования, который говорит, ребятки, вот вы хорошо изобрели, но вот, может быть, вот как-то так. Делимся опытом. Я бы здесь сказал, что существует огромный ивент под названием «Стартап-тур», где по разным городам ездят наши специалисты и рассказывают, как стать участником, как правильно сделать заявку, отбирают лучших, презентуют лучших, общаются с властью, с муниципальной, с региональной, объясняют, как лучше сделать, чтобы люди, которые что-то хотят продвинуть, не потерялись в коридорах власти, то есть как к ним отнестись более, ну, так, внимательно, там, не по-чиновничьи, а по-человечески. Это ежегодное мероприятие, проходит оно в первой половине лета, ну, там, с весны начинается, в следующем году тоже будет. Вы об этом напишите на сайте, да? Обязательно, обязательно. Обязательно будут обозначены, какие города, куда приедут специалисты, как туда попасть и как использовать инфраструктуру, созданную Центром Сколково, сейчас уже тиражируемую, по сути, по всей стране, для своего успеха. Спасибо. У нас, чтобы был успех, необходимо делать правильные паузы, сейчас мы сделаем очередную, да, потом продолжим. Друзья, сегодня у нас и наука и технология, сегодня Максим Шейфель в гостях у Страны ФМ, вице-президент, сити-менеджер фонда Сколково. Говорим мы о настоящем и будущем нашей науки. Да, и мы также напоминаем, что сейчас проходит конкурс, точнее, участие можно принять в такой эко-акции, чтобы облагородить нашу столицу. Если у вас есть какие-то идеи, предложения, вы либо журналист, либо архитектор, либо, ну, такой научный деятель, вы можете принять участие, и там хорошие гранты, 200-100 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Премии будут вручены в четырех номинациях. Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий, лучший экологообразовательный эколого-просветительский проект, лучшие журналистские материалы, друзья, теле- и радиопередачи об экологии Москвы, лучшие достижения в области охраны окружающей среды, представители общественных экологических объединений. Дерзайте. Так что, да, принимайте участие. Мы говорили о том, что Сколково такое имеет, ну, что ли, преемственность. Вы же готовите и детей, ну, то есть есть свои гимназии, школы, и там такая программа очень любопытная, необычная. Да. Те молодые люди, которые приезжают к нам работать со своими компаниями, привозят там своих сотрудников, они, естественно, имеют семьи, имеют своих ребятишек. Фонд Сколково принял решение и реализовал строительство гимназии на территории Сколково. В настоящее время в ней уже учатся 620 воспитанников. Это от детского сада, там, 2,5 года, до выпускников 11 класса, то есть, которые получают образование у нас. Школа сертифицирована по стандарту IB, это международный стандарт. Преподавание ведется как общеобразовательной, то есть всей программы, так и есть для ребятишек уникальное дополнительное образование. Например, там, не знаю, лего-конструирование, там, может быть, робототехника, какие-то другие вещи, связанные с математикой. Уникальность заключается в том, что нам достаточно просто найти людей, которые в этом разбираются. Работать. Да, они могут просто перейти там через дорогу и сказать, вот я там хочу там попростецки объяснить ядерную физику, например. Если сможешь объяснить детям на пальцах, и это будет интересно, то есть это будет востребовано, почему бы и нет. Мы это практикуем, приветствуем. Я, например, в свое время ходил в гимназию, и мы обсуждали там вопрос экологического отношения к ресурсам. Энергосбережение, то есть, там, сортировка мусора, ну, чтобы бумагу... В Сколково, кстати, как вот урны для батареек, там, для... Для батареек у нас урны стоят во всех учреждениях, на входе, то есть у меня в офисе стоит специальная урна для батареек, у меня там ребенок, там, трех лет, у меня батарейку уже отдает, говорит, все, не работает, на. Сдавай. Да, да, выноси. То есть, действительно, мы этим занимаемся. Ну, смотрите, вот дети походили в эту школу, после того, как выпускной отгремел, говорят, дорогой Максим Николаевич, куда же дальше нам идти, где институт в Сколково есть, мы бы хотели дальше поучиться. Вот с этим как? У нас нет классического института в Сколково, у нас есть только послевузовское образование, это аспирантура, ординатура, то есть это Сколковский институт науки и технологий. Ну, чтобы дальше уже заниматься наукой. Да, 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 да. Поэтому на сегодняшний момент мы эту задачку не решили, это наш пробел между школой и послевузовским образованием, да, поэтому мы пользуемся, да, пользуемся, и наши выпускники пользуются другими учебными заведениями, ну, там, в Москве их предостаточно, то есть могут поступить, там, получить диплом и вернуться в Сколково, и все будут достойны продолжать в Альвоматор заниматься своей наукой, своим проектом. Конкурс большой, конкуренция велика, чтобы поступить, например, в аспирантуру? Ну, по расколу тех не скажу, не знаю, то есть это немножко немной профиль. В гимназию в этом году у нас было по некоторым классам два с половиной человека на место, все проходили тестирование и принимали, то есть детишек, которые действительно подготовлены, чтобы им было комфортно заниматься. Смотрите, вот если мы говорим про такие специальности с техническим уклоном, да, точной науки, сейчас кадров, ну, то есть престиж по профессии, понятно, повышается, мне кажется, правительство все делает для этого, но по-прежнему есть вот этот дефицит таких специальностей? По-прежнему юристов больше, чем инженеров? Ну, скажем так, я на своем примере, да, учитывая, что я там инженер в базовом образовании. Прекрасно. Да, и когда я людей нанимаю, я, конечно, там очень спрашиваю... Теоретическую механику, ну-ка расскажи мне, да. Да, 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 какие-то вещи, которые там человек киловатт от гигакалорий должен отличать, то есть если он собирается со мной работать. Поэтому мы умудряемся находить людей, которые нам нужны, и мы не испытываем такого ужасного дефицита кадров, потому что все-таки Москва, а мы являемся частью Москвы, это все-таки регион, который является получателем лучших из лучших. Пока так. В плане экологии у меня вопрос. Как Сколково реагирует на глобальные вызовы? Вот смотрите, Волгу надо чистить, говорил об этом председатель правительства. Что-то как-то вы здесь вот помогаете? Потому что река, ну уже, как сказали, она исчерпала свой ресурс самоочищения. Не участвовали в этом проекте. Вы хотели бы вот что-нибудь такое вот сделать для страны? Мы делаем своим примером и надеемся, что тиражирование будет осуществляться со Сколково на страну. То есть я вам рассказывал про что-то содержащее сливные приборы. Могу добавить, что, например, для того, чтобы увеличить выход полезной фракции из твердых бытовых отходов, необходимо понизить их влажность. А понижение влажности делается простым упражнением установки в каждой раковине дома у хозяйки измельчителя пищевых отходов. Шредер или что-то такое называется? Ну, гриндер он называется, да. То есть Сколково в правилах проекта гриндеры должны быть установлены. У меня в апартаментах установлен гриндер, я активно им пользуюсь. И я вижу, как все пищевые отходы, которые остаются после подготовки у жены, они уходят в канализацию. Выбрасываю я мусор, он, во-первых, а легче значительно, б, он не такой влажный, его легче сортировать. И изымание полезной фракции из него более высокий процент. То есть, если это оттиражировать, ну, то есть, точнее, если, а когда это будет оттиражировано, мы поймем, что изымать из мусора полезной фракции можно значительно больше. Дорогие друзья, Сколково это полигон будущего, так что пользуйтесь. Присоединяйтесь, да. Мы скоро вернемся, небольшая музыкальная пауза у нас впереди. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, не забывайте, продолжается прием заявок для участия в ежегодном конкурсе на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы. Мероприятие, организованное Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы, представить свои идеи смогут все желающие, от сотрудников проектных бюро и дизайнеров, до студентов профильных вузов. Заявки принимаются до 16 октября. Спешите. Да. Друзья, и мы продолжаем нашу программу наук и технологии. Вице-президент, сети-менеджер фонда Сколково у нас в гостях, Максим Шейфель. Вы принимаете участие также в конкурсе, мы об этом уже говорили, «Парк наук». Да. Удачи вам пожелаю, Максим. Да. Огромное спасибо. Мы крайне признательны Москве за организацию вот этого вот экологического движения и непосредственно за этот конкурс и возможность в нем поучаствовать, потому что это привлекает интерес к проекту Сколково. То есть у нас появляется еще одна возможность где-то о себе рассказать и, соответственно, как-то привлечь лучших из лучших со всей нашей страны. Я еще раз повторюсь, что у нас можно стать резидентом, можно просто приехать в гости. Весь список ивентов на территории Сколково и как подать заявку, можно посмотреть на сайте sk.ru, и, соответственно, если ваша заявка и ваш проект очень интересен, вы получите грант, поддержку государства и, соответственно, общее признание. Да, но мне очень понравилось, как вы сказали несколько минут назад, что нужно быть уверенным в своей идее, да, не сомневаться. Это самое главное. А то, когда вы не сами знаете, зачем, для чего это, да, то как же можно тогда что-то выиграть? А резидент — это живет человек и работает в Сколково? Ну, живут у нас много человек, на самом деле, где-то в Трегорке, в Одинцово, и приезжают работать, да, рядышком, да. Но главное, чтобы было желание развиваться, желание двигаться, потому что у нас достаточно корпоративная культура в России, и люди очень тяжело переезжают с места на место. Ну да, командная игра такая, да? Ну, как бы да, где родился, там и пригодился, там твердят мамы в регионах и так далее. Здесь нужно принять вызов и начать двигаться. Ну, как правило, те люди, которые что-то изобретают, они за своей реализацией, своей идеей готовы поехать. Мы на это надеемся. Удачи. Вы говорите, очень важно, чтобы верил в свой проект человек, да, чтобы, ну, смог отстоять, что ли, для чего это нужно, да? Это очень важно, потому что у нас есть некоторые проекты, которые получают одобрение экспертов с третьего раза. То есть они первый раз подают, им говорят, ну, это типа не взлетит, или там сыровато, недоработано, недодумано, здесь ошибка, здесь это. Они упорно делают работу над ошибкой, им подают второй раз. То есть им, допустим, там еще что-то там говорят другие эксперты, тут не докрутили, тут юридической обвязки не хватает, тут там конфликт с федеральным законодательством, еще что-нибудь. Они еще делают работу над ошибкой, подают в третий раз. У меня есть знакомые, которые с третьего раза получили статус участника проекта, но просто восторга и восхищение, не было границ. Люди там всем звонили, там всем, кто знает, не знает, всем рассказывал, что они победили, у них есть такая возможность теперь дальше двигаться. Ну, это очень здорово, потому что кто-то же мог после первого раза опустить руки и подумать, все, никому не нужен. Вот про это я и говорю. Да, 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 я понимаю. Уверенность в том, что это важно, это нужно и готов двигаться, крайне важно. Там очень большой процент успеха. Максим, ну а какие вот проекты, может быть, из последних помните, что вот дали людям денег и вот они стали реализовывать? Что мы, может быть, увидим для будущего, что-нибудь для планеты, для Москвы? Да, я бы как бы не хотел там участвовать в такого рода рекламе. Да, выделять кого? Ну, могу сказать, что... Ну, хотя бы направление, Максим. Это один из ярких проектов, когда, например, крупная корпорация российская купила программный продукт распознавания лиц. Ух ты. Отлично. И потом внедрила. То есть это был участник проекта Сколково. То есть они применяют сейчас эту технологию распознавания лиц, находят там жуликов. Потом это система... От закона не уйдешь. Да, это система доступа в здание, то есть система контроля там... Ну, то есть система безопасности или не только. Да, система безопасности на массовых мероприятиях. То есть люди, они могут отвлечься, могут быть невнимательны. Компьютер же без разницы. Ну да. Он каждый пиксел за пикселом проверил и... Без эмоций лишних. Да, 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 дает галочку раз там. С вероятностью там 75% это вот этот персонаж. Все. И к нему подходят, говорят, а может быть, вы нам расскажете, что вы за персонаж? То есть очень интересные вещи, которые реально реализуются на территории Сколка. В общем, если не платите алименты, теперь берегитесь. Да, друзья, все. И науки. Спасибо. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Я хочу напомнить, у нас в гостях был вице-президент сети-менеджер фонда Сколква, Максим Шейфель. Очень интересно. Вот реально будущее реализовалось настоящее. Спасибо вам огромное. Добро встречи, Максим. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. До свидания. Наука и технологии.